Прямой эфир идет. Меня сказали в суд административный. Я иду, потому что будут рассматривать административное дело. И поскольку санкция, как секретарь мне сообщает, у меня с собой административного кодекса нет, может быть арест. И поэтому будут рассматривать сейчас немедленно. Вот дословно передаю то, что сказали. Так что сейчас возможно, что вам придется всем... Пойдемте прийти. Я не знаю, куда меня повезут. В общем... Все будет хорошо. Все будет хорошо. Вот это дядяшка. Все будет хорошо. Вот это вот судья Булат, которая оскорбилась, видишь ли, тем, что я ее не уважаю. Я не уважаю человека, потому что этого человека, к ней у меня неприязненные отношения. Я не уважаю ее суд. Я не могу заставить себя даже административным протоколом и даже 15 суток ареста, если дадут мне, то я не буду этого человека уважать. Видишь ли, они хотят под тем, что если ты боишься этих 15 суток арестов, то, естественно, ты должен уважать суд. Нет, я не уважаю этого судью, поэтому я об этом высказалась. О том, что я не уважаю судью Булат, я буду не уважать, даже мне эти, если 15 суток дадут. Это говорит адвокат Умарова. И мне плевать. Я иду в административный суд. И вы знаете, и хотят, чтобы этот административный суд состоялся немедленно, поскольку хотят продолжить процесс. Процесс над моими подзащитными. Но прежде чем продолжить такой процесс, они хотят... Они вообще хотели изначально избавиться от меня, как от адвоката. И принимали все разные меры, разные действия, для того, чтобы меня не было. То они меня ограничивали в правах, то они издевались над моими подзащитными. Почему? Я имею в виду орган досудебного расследования. В Алма-Ате, в Алма-Ате. Поэтому, да. И в Алма-Ате будет сейчас административный суд. Если кто-то хочет прийти, пожалуйста, можете прийти. А он тоже, да, открытый? Да, он открытый. Я надеюсь, людей из церкви «Новая жизнь» всех пропустят. Ну, а насчет... Кто пишет? Судья Булат, вот здесь есть все свидетели, которые могут подтвердить, как только зашла, она начала кричать. Правильно? Правда я говорю, люди? Да, да, да. Вот все эти свидетели могут подтвердить то, что судья Булат изначально зашла и начала кричать. И кричать начала на меня. Дело в том, что этот человек, этот как человек, я этого человека не уважаю. Но как я могу заставить себя уважать? Потому что я надеялась, что этот человек зайдет и скажет. Ну, поскольку адвокат Умарова, у нас с вами неприязненные отношения, я сама отвод заявлю, там еще как-нибудь. Нет, она села рассматривать, еще и кричит, а вы же профессиональный адвокат. То есть, вы понимаете, судьи ведут себя так с адвокатами, знаете, для чего? Потому что они хотят сказать, адвокат как шарик, иди свое место найди. Он типа, ты здесь никто. У нас никакой состязательности сторон здесь нет. Вот в чем дело. Поэтому я хочу сказать, говорить, не говорить о том, что у нас есть правосудие. У нас нет правосудия. И эти реформы могут помочь, а может и нет. Я думала, что они помогут все-таки. Но когда есть такие судьи, как Булат, или как Чанибекова, вряд ли что-то может быть. А всего лишь стоило вот чего. Вообще все началось с того, что судья Чанибекова ограничила меня в изучении материалов дела. Материалы дела 53 тома. То есть, она меня заставляет их быстро-быстро просмотреть. И еще, знаете, есть такая фраза, можно поднять эту аудио-видеозапись, где она говорит, ну там вот эти тома, они не обязательны. Как-то она так выразилась. Продолжаю. Позвонила Лена Дворецкая. И надеюсь, она успеет прийти, пока меня тут не увезут в каталажки. Очень печально. Мне почему смешно? Потому что мне не смешно на самом деле. Мне очень печально. Вы знаете, это историю, когда люди смеются. И люди смеются от того, что уже так хреново. Уже даже плакать неохота. Уже так плохо. Так позорно. Уже настолько испохабили это правосудие. Вот с этими, как это, от правды не убежи дети. Детей так судили. Это вообще же привет. И что они думают, что меня с этими 15-х? Так, испугают. Нет. Просто все дела мои будут стоять. Во всем Казахстане дела по изнасилованным детям в Шумкенте. В Туркестанской области будут стоять. Потом будет 15-го числа коллегия алматинская областная. Потом, значит, 13-го еще одно дело. И в общем, все эти дела будут стоять только потому, что Айману Марву не уважает судью Булат. Не уважаю я этого судью. Ну не могу я уважать. Это не связано с неуважением именно то, что потому что она судья. Просто как личность я ее не уважаю. И нужно было выяснять это. А сейчас мы посмотрим в следующий суд, что сделает. Все вот эти вещи я пройду. Если вы хотите спросить что-то, можете писать. Пока. Пока у меня телефон не отобрали. Кто-то хочет 15 суток отсидеть за меня. Сейчас могут, конечно... Суд административный, который возле ювенального суда. Они прямо сейчас передали, прямо сейчас, прямо уже сопроводительные, прямо сейчас вот. И хотят, чтобы прямо сейчас рассмотрели. Так что один выходит, один освобождает из Лобачевского, один садится в Лобачевского. И вот так будет у нас, видимо. У нас весь народ попересажает, пока эти выборы не пройдут. В общем, ждем. Ждем. Для людей это тоже непонятно. И очень хорошо, что было здесь много людей, которые, в принципе, могут быть свидетелями того, что происходило. Видимо, судья Булат считает оскорблением то, что ей говорят это в лицо. Ну, это было странно. Это, конечно, многие люди-то не знают наших отношений. Она могла бы сама заявить этот отвод. Это было бы, конечно, самое верное решение. Но, извините, увы, нет. Что касается судей Ченебековой, я скажу так. Это судья. Что сделала? Когда начался судебный процесс над Максимовыми, она начала сначала делать замечание, только что зашла и сделала замечание. Потом она, значит, начала требовать у меня договор. Договор с клиентом, представляете, да? Я говорю, почему я вам должна давать договор? А она мне говорит, ну, потому что откуда мы знаем? Вы представляете, откуда мы знаем? Я говорю, вы знаете, что вообще это неправильно? Это информация конфиденциальная. Потом она, значит, показывала мои уведомления, и, значит, ну, то есть смотрит на уведомления. А что это у вас тут здесь так написано? А вот у других все тут есть. А тут там чуть ли не печати, или что там, я уж не помню. Ну, естественно, хорошо адвокат Сарсинбекова, по-моему, она сказала, ну, у нас-то мы приглашенные адвокаты, поэтому у нас, естественно, у нас немножко другое, то есть оформление будет другим. Потом, значит, она начала возмущаться тем, что... Ну, то есть вообще принудительно хотели, чтобы адвокатам моих подзащитных, там, этого Дивеева, вечного адвоката, который всегда адвокат правоохранительных органов, ну, во всяком случае, по всем делам, которые у меня есть. Так что сегодня меня привлекают к административной ответственности по статье 653, часть 1. Это судья Булат. Булат Саида привлекает. И благодаря ей я теперь окажусь, возможно, 15 суток в аресте. Понимаете? И в этом протоколе указано, что пристав Шабишев в отношении адвоката Умара, действующий на основании уведомления такого-такого-то, в лицензии такой-такой-такой-то, протокол составлен по 653, часть 1. По уголовному делу в отношении Максимовой Заикина в ходе рассмотрения судья Булат заявление об отводе судей Ченебекова адвоката Умара выразилось следующими неуважительными фразами. Я не уважаю вас ни как человека, ни как судью. У меня к вам личные неприязные отношения. При этом-то он был повышенный, тем самым нарушен порядок введения судебных заседаний. Ничего подобного. Она сначала зашла и начала неуважительно, значит, ну, надо будет видео посмотреть, чтобы было все, чтобы было понятно, потому что последующие, какие действия последовали за какими действиями. Таким образом, наше правосудие хочет добиться уважения административными 15 сутками. Увы, от правды не убежишь, и 15 суток ареста, оно не заставит уважать правосудие таким способом. Вопросы есть у вас? Все хором начнем давать будет. Что будете ху давать-то вы? А что у них институт присяжных не действует? Какой присяжный? Какие там присяжные? О чем вы говорите? Кому отвод? Отвод, кому шоу пан? Кому отвод? И уже дала отвод. Отвод дала одной, а потом отвод дала судье Вулат. Весь смысл в этом. В этом суде нет некому давать больше отвод уже. Отвод на один отвод. Потом придет другой еще отвод, что ли, или как? Это же не поможет делу. Мы же понимаем прекрасно, что отвод вообще, по идее, у нас никогда не удовлетворяется. А я сейчас хочу вам прочитать мой отвод, содержание моего заявления об отводе. Я пока постою, там, наверное, почему. Так, заявление об отводе. Значит, подержите, пожалуйста, мою сунду. Заявление об отводе было следующим. Вам всем видно, люди? Прямой эфир. Вам всем видно? Было так. В производстве судей Ченебековой находятся уголовные дела в отношении моих подзащитных. До начала судебного процесса по данному делу в качестве адвоката были приглашены адвокаты за счет бюджета, несмотря на то, что я являюсь их адвокатом. Ни орган досудебного расследования, ни прокуратура фактически не допускали меня к делу, и я жаловалась над действием бездействия следственному судье. И все эти материалы должны были быть в деле. Более того, я жаловалась прокурору. В течение двух лет все это происходило. Далее я указываю следующее. Суд нарушил... Суд... Далее, далее, далее. Значит, были материалы дела должны быть указывающие... Материалы дела должны быть ордера, мои тогда ордера, естественно, которые указывали на то, что правовую помощь я им оказывала, то есть моим подзащитным. Далее, с момента начала судебного разбирательства суд сделал следующее действие, дающее мне основания полагать, что суд прямо или косвенно заинтересован в данном деле. А именно... Первое. Суд ограничил меня и моих подзащитных во времени ознакомления с делом. 53 тома. Суд назвал дату якобы 6 апреля, мне дали там и так далее, там, тут чуть ли не я там изучала, сидела. Но на самом деле, значит, эти сроки, все эти ко мне относиться не могут, потому что я не участвовала изначально. Значит, далее, ознакомление и выбор защиты, опровергающие, значит, подозрения, обвинения для оказания квалифицирующей помощи, это не только снятие копии материалов уголовного дела, как вы понимаете. Это должна быть реальная подготовка, чтобы оказать квалифицированную помощь. Суд нарушил принцип состязательности сторон, равенства перед судом. Так начинается суд, начинает судебное разбирательство при подготовке, конечно, прокурора, подготовке потерпевших, при подготовке адвокатов потерпевших, но не стороны защиты, то есть меня и моих подзащитных. Таким образом, суд нарушает принцип состязательности сторон, принцип равноправия сторон. Далее я говорю, суд нарушил принцип гласности судебного разбирательства, а именно суд, объявив открытом судебное разбирательство, на самом деле ограничил доступ слушателей со стороны церкви новой жизни и со стороны моих подзащитных, а также незаинтересованных лиц. Как это происходило? Это происходило следующим образом. Людей, прибывших на открытые судебные заседания, не впустили, многих, в зал судебного заседания. Так, кого пустили, они не дали возможность сидя слушать судебный процесс. Тогда как, например, те, которые пришли со стороны потерпевших, типа потерпевших, да, будем говорить так, потому что этих людей, ну они процессуально в принципе потерпевшие, но у меня масса в сомнении, что они реальные потерпевшие. Но это их право, конечно, думать по-другому. А я не могу думать по-другому. Суд дискриминировал права этих людей. Этих людей это служители церкви новой жизни и вообще дискриминировал тех, кто пришел со стороны защиты. Суд нарушил право моих подзащитных на квалифицированную, не на какую-то, а на квалифицированную юридическую помощь. Абсолютно понятно, что для квалифицированной подготовки и оказания правовой помощи нужно достаточно разумное время. Вряд ли можно было 53 тома за такое время не только там копии снять, изучить и в принципе еще и анализ. Суд открыто показывает свое пренебрежение к стороне защиты, то есть ко мне, а также к моим подзащитным. Более того, открыто показывает пренебрежение к слушателям, прибывшим со стороны, значит, с нашей стороны, со стороны защиты. Далее делает замечание присутствующим, сразу заходит и делает замечание, ну то есть как бы еще нету повода, будем говорить так. Суд, видя, что зал очень маленький, маленький зал, не обеспечивая, естественно, открытость судебного процесса, суд, значит, не позволяет, то есть не дает стулья дополнительные и так далее. То есть вот это все такое происходит. Мы абсолютно понимаем, что, значит, в частности, что нарушается судом. Судом нарушается международный пакт о гражданских и политических правах. А именно, статья 14, когда, где указано, можно потише, все лица, все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право при рассмотрении любого обвинения, предъявленного ему, значит, на справедливое и публичное судебное разбирательство. На независимый, компетентный и беспристрастный суд. Чего у нас нет в данном случае. Статья 14, часть 2 этого же Международного пакта о гражданских и политических правах гласит, каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным, пока его не будет оказана, его вина не будет оказана согласно закону. Часть 3, статья 14 этого же Международного пакта гласит, каждый имеет право при рассмотрении любого предъявленного ему уголовного обвинения как минимум на следующие гарантии на основе полного равенства. Это иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и сноситься с выбранным ими самим защитником. То есть мы должны иметь достаточное время, чего у нас нет. Статья 18 гласит пакта, каждый человек имеет право на свободу мысли, соответственно, на свободу совести, на свободу религии. Речь идет о дискриминации по религиозным основаниям. На основании изложенного, руководствуясь указанным Международным пактом, а также статью 87 пункт 6 часть 1 статьи 70 УПК РК, статьи 9, статьи 21, 23, 26, 27, 27 УПК РК, я просила отвести судью Ченебекову. Но я, конечно, абсолютно понимаю, что судью Ченебекову не отвели бы. Но я не ожидала, что рассматривать будет это судья, судья Улад Саида. Кстати, на Фейсбуке когда-то я делала публикации по ее делам, и очень много женщин писали, говорили, приходили ко мне, как они пострадали от ее незаконных решений. Ну, во всяком случае, с моим клиентом обошлось нормально, апелляционные коллеги отменило ее решение, но как она издевалась над нами, это надо еще посмотреть. Она могла тогда опоздать, могла в коридоре, мы могли часами ждать ее, и можно, в принципе, сделать объявление и собрать этих людей. То есть вот так у нас суд проходил. А сегодня она обиделась на адвокату Марвы, потому что она сказала, что я вас не уважаю, потому что я вас не уважаю, не как личность, мне я не помню уже сказала, но, по всяком случае, я еще раз могу повторить, что я не уважаю, но не могу я ее уважать. Ну, что мне делать с этим? И что, мне 15 суток отсидеть? Ну, ладно, уж так уж быть. Если мне дадут эти 15 суток, придется мне отсидеть. Я же не скажу, что я теперь уважаю, потому что не хочу сидеть. Ну, ладно, придется. Что теперь сделать? Пострадают мои дела, мои клиенты. И я хочу сказать следующее, что от правды не убежишь. Вот это правда. Вот от правды не убежишь. Если получится, еще выйду на связь. И я нахожусь в административном суде. Я нахожусь в административном суде. Это находится рядом с ювенальным судом по улице Маркова. Ну, все вы знаете, это город Алматы. У меня все. Пока все. И вы... От кого беречь себя-то? От судей, да? Гульнар Жуаспаева. Берегу, стараюсь. Что ж теперь сделать? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...